В 1998 году был расшифрован геном микобактерии туберкулеза. И на сегодняшний день идут такие молекулярно-генетические эпидемиологические расследования. Мы много узнаем о новых штаммах. И вот сегодняшний день, особенно восточные регионы Российской Федерации, подвержены очень такому агрессивному штамму БИДЖИНК-штамм. Вот этот штамм микобактерии туберкулеза уже природно ассоциирован с устойчивостью к основным противотуберкулезным препаратам. Вот в этом вся и сложность. И вылечить такого пациента, конечно, на сегодняшний день возможно. Возможно, но это крайне-крайне сложно. Надо понимать, что курс лечения туберкулеза самый минимальный. Составляет 6 месяцев. До 25 таблеток в день надо выпить пациенту. Это вот так вот. Если взять на ладошку, то это так сопоставимо с объемом, наверное, миски с кашей, так условно говоря. Изоляция нужна для больного туберкулезом, который активно влияет микобактерии туберкулеза. Но она должна быть не очень долгая. На сегодняшний день пиологические исследования показывают, что если химиотерапия подобрана адекватно лекарственной чувствительности микобактерии туберкулеза, то уже к концу первой недели пациент становится незаразен. Не каждый больной, который имеет активный туберкулез, заразен. Очаговый туберкулез от объема поражения в 1 см. И этот пациент будет находиться под наблюдением в противотуберкулезном учреждении. У него слово «диагноз туберкулез» будет звучать, но он абсолютно не заразен для окружающих. И прогнозы на излечения у него 100%. А у нас в обществе слово «туберкулез» ассоциируется с чем-то крайне ужасным, и надо отодвинуться от этого человека вообще в принципе, да? И что это обязательно опасно. Столкнуться с больным туберкулезом, и даже пообщавшись с ним, и даже предположить, что микобактерия туберкулеза поселилась в вашем организме, это не тождественное заболевание. Туберкулез – заболевание, хоть инфекционное, передающееся воздушно-капельным путем, но здоровому человеку, чтобы заболеть туберкулезом, надо сказать, что еще надо очень сильно постараться. По причине потому, что эволюционно организм человека выстроил достаточно серьезные барьеры для борьбы с микобактерией туберкулеза. А вот когда человек заболевает, и он узнает о своем заболевании, вот здесь вот очень важно изначально сформировать вот эту правильную доминанту. Чтобы мы, медицинская общественность, были успешнее, чем то, что он видит в интернете. Вот эти мифы, которые окружают пациента, когда он попадает в палату, и когда его обволакивает вот этот круг соседей, которые, может быть, тоже не очень грамотные, не очень грамотные в отношении в тезиатрии, порождают какой-то, ну, вот этот вот суррогат в голове пациента, очень ложное представление о том, что такое туберкулез, как он лечится. Мы должны дать очень грамотную информацию и заложить вот эту доминанту прям адресно. Если говорить о ВИЧ-инфекции, и пациент получает антиретровирусную терапию, и она у него успешна, то вообще у него никаких ограничений в отношении выбора профессии быть не должно. Среди священнослужителей у меня есть знакомые ВИЧ-инфицированные, среди врачей у меня есть знакомые ВИЧ-инфицированные, среди чиновников у меня есть знакомые ВИЧ-инфицированные люди. Какие еще профессии интересуют, так скажем? Среди учителей есть, но есть у меня женщина, учитель, знакомая, но там просочилась информация, и началась стигма. Три критерия эффективности терапии. Это иммунологический рост количества СИД-четелей, лимфоцитов клинический, что человек чувствует себя хорошо. И третий, это вирусологический, самый главный, что в крови определяется отсутствие вирусной нагрузки. Но это не говорит о том, что человек излечен от ВИЧ-инфекции, потому что вирус оседает в других так называемых депо в некоторых тканях. И вот там он как бы сидит в таком очень замкнутом состоянии. Он практически не размножается, но при неблагоприятных условиях, как только ослабевает действие антиретроверсной терапии, он начинает активно размножаться и уже появляется в крови. То есть если в крови нет, это, к сожалению, не значит излечен. И так бы мы уже давно всех пациентов с ВИЧ-инфекцией вылечили. А вот я не помню в своей практике ни одного подростка, пока еще, по счастью, или молодого человека, который с детства был ВИЧ-инфицирован, заболел туберкулезом. Почему? Потому что эти все люди получают антиретроверсную терапию давно и эффективно. И иммунитет не так сильно страдает. Самая проблема — это развитие туберкулеза у людей, которые не знают о своем ВИЧ-статусе. Они живут, 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 не получают никакой антиретроверсной терапии и узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы по развитию туберкулеза. Таких примерно 30-40% среди всех, которых мы регистрируем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...